Я начал заниматься альтернативной историей, если кто-то этот термин не слышал, вы себе запишите. Есть еще другой термин, запретная история. Это то, что люди изучают, что в учебниках нет. Понятное дело, что учебники не всегда говорят правду, часто переписаны. И вот люди такие, обычные инженеры, физики, кто-то эзотерики, до мозга и костей с инопланетянами, они все лазят по таким туристическим и не туристическим местам и что-то там выискивают. Простейший пример. Пирамиды. По классике, кирамидам 6,5 тысяч лет. Не больше. Но с позиции инженерных технологий, с позиции ученых, которые изучали период полураспада и так далее, пирамидам сотни тысяч лет могут, может быть, даже еще больше. Но египетская наука это не примет, потому что по религии мир был создан 6,5 тысяч лет назад. Все. То, что было раньше, этого не существует. Вот такая интересная штука. Поэтому и учебники не все написаны истинно. Я начал тоже лазить, смотреть, потому что мне было интересно. Я стал заниматься практиками, медитациями и видеть разные вещи. А когда ты видишь, ты хочешь глубже копнуть. И стал ездить в Египет, Перу, Мачу-Пикчу, Америка, Четыре угла, Шаста и многие другие места. Вы их слышали, знаете. Шамбала то же самое, да, Гималай? Или Кайлаш? Или Кайлас? В этих местах мы их называем места силы. Мы делали разные упражнения, практики делаем. И будем делать еще у нас впереди экспедиции. Какого рода практики? Вокруг Земли существует некая сетевая энергетическая структура. Кто из вас там читает книги, изучает все это, знает. Это называется решетка сознания, решетка единства, решетка краёна, сеть сознания Христа, ноосфера, да, по вернадскому и многие другие термины. В целом это одно и то же. То есть вокруг планеты существует некая Wi-Fi в кавычках сеть, которая держит сознание людей в едином таком пакете, в едином потоке. И, например, вот кто-то из вас изучает хроники Акаши, путешествую в прошлой жизни, лечу куда-нибудь на Орион и так далее. Без этой сети это невозможно. То же самое, как компьютер. Вообще компьютеры созданы и сделаны по подобию того, чем мы обладали ранее, во времена Атлантиды. То есть это телепатия, телекинез и прочие вещи. То есть компьютер это замена техногенная наших энергоспособностей, ситхов и так далее. Возвращаемся к сети сознания Христа. Она не просто как дымок. Она определенной структурой обладает, которую вы можете использовать для себя, для своей жизни. Понимая ее, вы можете использовать. И вот эта структура, это некие переплетения. Это сакральные формы, такие как додекаэдер, косайдер и прочее. Зная, где эти точки соединения лучей есть, вы можете определить место силы и работать, потому что поток энергии, столб света, если хотите так, или столб информации, там намного более сильный. Где-то он активен, открыт. Вы знаете, наверное, слушаете, там, о, открыли портал, или открыли там врата. Ну, эти, там, Солана, проход 11-11, наверное, читали. Если нет, то записывайте, почитайте. Или там, о, мы галактические там врата открываем. Ну, понятное дело, что эзотерики много, но суть следующая. Вот кто этим занимается, там, групповая работа, они, вот эти вот, утраченные ранее, она, сеть была разрушена, вы, я думаю, тоже знаете. Утраченные ранее вот эти связи, они налаживают. Дальмены те же самые. Вот напишите в комментах к этому видео, кто знает про дальмены, кто хотя бы разочек там был. Дальмены есть в любой стране. Это такие же точки, места фокуса силы, или фокуса сознания, связанные с решеткой единства вокруг планеты. Поэтому пишите обязательно в комментах, изучим, кто из вас из какого города, страны, и есть ли рядом что-то с вами подобное. Это есть в любой стране, это удивительная вообще отдельная тема, не буду углубляться туда. Пишите, если захотите, разберем. Продолжение следует...